Роману скучно, стоит такой с транспарантом, я хочу гулять, вот именно сегодня, именно сейчас, мне тут скучно. Ну шо солнце, сейчас я организую культурно-массовые мероприятия, нифиг пряники лепить. Ну тебе ж хотелось гулять, сейчас я организую фотосессию на красивой синей тряпке, да, и покажем, что у нас будет за кадром. С Вазей, иди гуляй, тут тебя уже ждут. С Вазей, иди, тебе хотелось? Занимайся. Говорит, да ну нафиг такое счастье. Ладно, я пойду гулять, а тут только со всех сторон мешают, собственно, ладно, пойду в другую сторону, сюда не пускают. Прогулка это дело тонкое. Но ползают, конечно, не залипательно, это даже не обсуждается. Весь переливается. Ревакс. Там уже кучу раз спрашивали, зачем заводят змеи. Релаксировать, удовольствие получать. Наслаждаться природой во всей ее красоте. Есть и какие-то другие цели, я даже не знаю, какие. Тебе этот свет вообще идет. Ты в курсе, солнце моё? Ты не отразим в таких тонах. Угу. Прямо всё твоё, все твои вот эти вот оттенки красиво подчеркивает. А тут ещё подчеркиватели пришли, сейчас ещё тебе оттенков добавят, да. Любопытство же не порог, а источник знаний. Там спрашивали, почему питон не пытается охотиться на собак и кошек. Да потому что крысами они не пахнут. Он их сильно не боится, потому что уже затискан и спокойно может гулять. Если будет приставать, тогда зарубонится. Скользкой тряпки ему ползать неудобно. Пробуксовочка, пробуксовочка получается. Интересно наблюдать. Опора нету никакой. Опираться не обоштает, ему неудобно. Скользит и катается получается. Это у тебя прямо эта лунная походка, собственно, вышла нечаянным образом. Тоже взглядение. Красавчик. Давай, давай, покажи, как ты умеешь. Вот тут тебе помощники пришли. Это что тут шванги ползают. Вот они какие. Что ты хотел под нее свалить, да? Далеко до нее ползти еще, далеко. Апачи красивые, да? Нравится? Ой, шванг какой классный вообще. Скажи, толще, чем Оливия. Красивше, красивше. Нурман, для тебя это каток скользко, далеко не уползешь. Ползешь, ползешь и на одном месте. Как-то так. По скользким тканям, по плитке, по таким скользким поверхностям. Змеям трудно передвигаться, не за что, так сказать, зацепиться. И, получается, танцуют на одном месте. Ты красавчик. Переливаешься до следующей линьки. Будешь красивым, нарядным. А за кадром там тихий час у нас. Вот там спрашивали, покажите, как собаки спят. Вон они. Часть собак и вот отрыхнет за кадром. Всем же надо посмотреть, скажи. А что он, скажи, на одном месте тусит и никуда не уходит? Скажи, непонятно. Да. Ты красиво смотришься на этой тряпочке. Да. И спать не даем вот некоторым товарищам. Отвлекаем вот процесс. Да, скажи. Интересно погулять. Любопытно поползать. А некоторым любопытно тебя понюхать. Все как всегда. Туся, тебе шланг нравится, да? Ты, е-мое, скажи. А трогать нельзя. Никак к ним не поиграешься. Скажи, что за нафиг? Вроде резиновый. Все похоже. Скажи, нам такие же игрушки покупали. А этот что-то недоступный. Не дают нам его. Так красиво сейчас заронился. Прелесть. Красавчик, красавчик. Так, сейчас будут некоторые закапывать. Джоник вечно всех змей закапывает. Джоник, ну на тебе его, закопай. Я разрешаю. Закопай, закопай. Надо его закопать. Надо закопать. Вот я не знаю. Именно у Джоника всегда такая реакция. Он всех змей у меня закапывает. Хотя сказать, что он там чем-то пахнет питон, да нет. Нормальный запах. Чистенький. Тискать можно, целовать. А тут он ревности всякие происходит. Капец. Сейчас еще питон охранять начнет. Да, вы его еще за него подеритесь еще, горячие финские парни. Норман, тебя закапывают. Джонни любит закапывать змей, да? Ух они эти, змеи, скажи. Мы их не звали, они пришелы. Тебе еще на бис можешь закопать. Да, закопай его еще разочек, называется картина. Вот так вот, вот так вот. Норман, ты в курсе, что тебя закапывают? Скажи, ну жопу закапывают, голова-то не видит, все нормально. Не обидно. Патрик он охранять начинает. Ох, этот шланг ползучий. Ох. Надо срочно закопать. Капец. Дети, что такое? Норман погулять пришел на фотосессию, да? Сразу ревность. Чеши меня, нафиг тут Норман. Вот надо меня. Вот, я тоже хороший на фотосессии. Вот еще сразу очередь. И меня надо, нафиг Норман, меня надо. Ну, Норман говорит, ладно, я пока пошел. Раз вы отвлеклись, я свалил с вашей фотосессии. Не, ну правда, Патрик, я снимаю не тебя. Ты понимаешь, что ты ревнивый товарищ? Ну, вот Норман пришел сюда. Да, да, идите погулять чуть-чуть. Сейчас еще и Зина придет общаться. Скажи, я хочу внимания, я хочу внимания. Угу, кто-то ползает тут всякий. Вот на меня смотри, вот, вот, меня снимай, вот, меня, меня снимай. Меня снимай, хозяйка, меня снимай. Я лучше, чем Норман, у меня ноги есть. Да, я круче. Ты сейчас докувыркаешься, если с дивана улетишь, не надо. Короче, тут ревности на каждом шагу. Да. Что тут ползает фигня всякая? Ух. А что ты его охраняешь тогда? Ну, что за понты? Норман. Не дают, скажи, погулять. Отвлекают. Патрик, тебе нормально? Скажи, нормально, нереально. Да, у нас все нормально. Ой, пришел тут шланг. Проходом через той терьеров и чихуахуа. Пришел шланг, а, Джунинг, сейчас мы его закопаем. Ходят тут всякие. Сейчас мы его, сейчас. Норман, ты красавчик. Ты на фотографиях не отразим. Да. Гают отрыхнет. Ну, все, погулял, хватит. А тут ревнивые товарищи уже замахали. Что, Патрик, ревность к питону? Тебя надо, не питона, я поняла. Я поняла. Ревности на каждом шагу. Тут он за кадром все это. Ну что, пару кадров красивые получились. Так что фотосессия удалась. Ну, а это, вовите, итог фотосессии. Наиболее удавшиеся кадры, по моему мнению. Ну, в принципе, ему реально идет такой вот голубой, голубо-зеленый оттенок. Очень красиво его окрас в таких тонах просматривается. Фотосессия получилась. Ну, а вы теперь знаете, что происходит за кадром во время таких фотосессий. В ленте можно также посмотреть видео фотосессии, что происходило за кадром, когда я снимала питона Нурмана и щенка Тойтерьера. Там приходила помощница Зина и участвовала, как могла. Всем приятного просмотра!